Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. В свете рампы в столице Чувашии состоялась торжественная церемония открытия года театра. Суд идет. В Канаше прошло первое судебное заседание с участием присяжных. Чебоксарский айсберг. Скульпторы из столицы Чувашии участвуют в фестивале ледяных скульптур в Томске. Долгосрочная стратегия. Сегодня члены правительства республики рассмотрели паспорта приоритетных проектов. О целях и задачах. Сюжет Дмитрия Ковалева. Стратегия развития страны определена. В ближайшие годы предстоит реализовать 12 национальных проектов. Во главе угла благополучия жителей. Такую задачу поставил президент России. Руководством страны определены конкретные цели, задачи и целевые показатели по каждому из 12 национальных проектов, разрабатываемых в рамках реализации майского указа. По отдельным уже направлениям решения приняты. Все они направлены на повышение качества жизни и благосостояния граждан, снижение бедности и неравенства, повышение качества и доступности здравоохранения и образования, создание условий для занятий физической культурой и спортом, создание современной инфраструктуры. Приоритетные проекты стартуют и в республике. На их реализацию по прогнозам необходимо направить более 240 миллиардов рублей. В федеральном центре инициативы региона поддерживают. До конца года в местный бюджет поступит еще 120 миллионов, отметил Михаил Игнатьев, подводя итоги командировки в Москву. Я обсудил конкретные меры по развитию нашей республики. Мы понимание находили и находим. 16 миллиардов распределено было на 37 регионов. Эти суммы мы направим на оснащение прежде всего оборудования, мастерских, учебных классов, прежде всего по направлению среднего профессионального образования. У каждого регионального проекта своя дорожная карта. Один из приоритетов – демографическая политика. Ожидаемая продолжительность здорового образа жизни до 67 лет, увеличение суммарного коэффициента рождаемости 1,7, увеличение доли граждан, занимающихся спортом – 55%. Долголетие жителей во многом зависит от того, как будет развиваться медицина. В республике делают ставку на профилактику и первичную помощь. Для активного раннего явления заболеваний у сельских жителей будет приобретено в следующем году 18 мобильных комплексов. Для каждого района республики в этом году мы закупили 5 передвижных ФАПов. В декабре месяце идет поставка нового мамогруфа. Самые дорогостоящие проекты – это борьба с онкологическим заболеванием. На него будет направлено 7,2 миллиарда рублей и цифровой контур – 1,5 миллиарда рублей. В приоритете и доступное жилье. Спрос на квартиры должен повыситься после снижения ставки по ипотеке до 8%. Продолжится и реализация программ по ликвидации аварийного жилфонда. Всего на реализацию мероприятий планируется направить 1,185 миллионов рублей, в том числе средства фонда «Содействие реформирования» 1,173 млрд консультивного бюджета Чуварской республики – 11,8 миллионов рублей. Необходимо отметить, что целевой индикатор устанавливается по переселению не менее 29 420 квадратных метров жилья. Среди приоритетных задач строительства безопасных и качественных дорог, развития малого бизнеса, цифровизации экономики, паспорта региональных проектов должны быть согласованы в Федеральном центре. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Напомните о статьях закона пьяницам, дебоширам и мелким хулиганам. При участковых пунктах полиции Чебоксар прошел единый день заседания Совета в профилактике правонарушений. Ты имеешь право находиться на улице в ночное время с тут только до 22.00. Здесь вечно ложь находиться у него друзей в подъезде, в каком-то кабаке или в баре. Ты должен находиться дома. Один зависал с друзьями в подъезде, другой нас простощил шоколадку из супермаркета. Несовершеннолетним правонарушителям напоминают их обязанности. Рядом со школьниками взрослые люди, тоже забывшие про закон. Заседание Совета профилактики правонарушений при участковом пункте полиции в московском районе столицы проходит раз в месяц. Здесь рассматриваются вопросы о оперативной обстановке на веренном участке. Приглашаются лица, которые находятся на контроле у нас. В заседании Совета участвуют представители прокуратуры района, представители общественных организаций. Ситуация в принципе контролируемая. Видим, что приглашаем лица становятся на путь исправления. В Канше прошло первое судебное заседание с участием присяжных в районном суде. Народные заседатели вынесли свой вердикт по уголовному делу. Раньше присяжные могли участвовать только в процессах под патронажем Верховного суда. Но в связи с изменениями в законодательстве подобная практика теперь применяется и в муниципалитетах. По закону подсудимый может выбрать суд присяжных, если его обвиняют в убийстве, и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, или в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере. В Канше 53-летний мужчина убил своего соседа по общежитию в процессе спора из-за того, какая команда выиграет чемпионат России по футболу. Ценой вопроса стала человеческая жизнь. 2 мая текущего года подсудимый, находясь у себя дома в городе Канаш, в ходе ссоры, которая возникла на почве спора со своим знакомым о победителе чемпионата России по футболу, нанес один удар ножом в область сердца потерпевшему, которому было 65 лет. После чего потерпевший ушел в свою комнату и через непродолжительное время скончался на месте преступления. В Канарском районном суде Чуварской республики провозглашен обвинительный вердикт коллеги присяжных-реседателей по первому уголовному делу, который рассмотрен именно с участием присяжных в суде районного звена. Шестеро присяжных-заседателей единогласно признали виновными жителя Канаша в убийстве соседа. Суд назначил ему наказание 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С началом зимы на дорогах республики резко выросла аварийность. Начиная с ноября уже произошло 1400 ДТП, 800 из них столкновения. О правилах безопасности в этот непростой для автолюбителей период в нашем материале. В усиле на колец. Так можно с иронией назвать дорожные инциденты на кольцевых развязках. Подобные видео на автофорумах мелькают постоянно, а вот это одно из последних. Безусловно, большинство водителей понимают, что кольца участки дорог с высокой аварийностью. Меньшинство упорно стараются проехать их по прямой. Еще один аварийный участок движения – мосты. С этого года для снижения количества ДТП в зимнее время на них ввели ограничения скоростного режима – 40 км в час. Мосты расположены на прямых участках, где водители часто разгоняются, не соблюдают скоростный режим, что часто приводит к созданию аварийной ситуации. С начала зимы фактов дорожного происшествия не сфиксировано. Будем надеяться, что данный показатель будет у нас удержан до конца года, до конца зимнего периода. Еще одни изменения – в сторону безопасности движения. Они касаются зимнего содержания автомобильных дорог. Установлены довольно-таки жесткие требования. То есть одним из требований является то, что в период снегопада не допускается формирование талого либо рассылого снега толщиной более 2 см. Для автомобильных дорог и улиц населенных пунктов не более 5 см. За данным параметром ГИБДД осуществляет контроль непрерывно. В случае выявлений таких принимаются соответствующие меры. Так что одна сторона дорожного движения – государственная инспекция – принимает меры безопасности. Дело за малым – соблюдать их второй стороне – автовладельцам. И не лихачить за рулем в плохую погоду. А сегодня ночью ограничат движение по Московскому мосту в Чебоксарах. Это связано с подготовкой к официальному открытию, которое пройдет завтра. С 11 вечера до 5 утра закроют проезд от Водопроводной улицы до Президентского бульвара. А с 9 вечера до 11 утра ограничат движение на участке от дома МОД до Красной площади. За три года строители выполнили огромный объем работ. Старый мост демонтировали, установили новые опоры, вложили полотно. Сейчас 6 полос движения, по 3 в каждую сторону. Мы предполагаем, что это позволит улучшить дорожную ситуацию в плане уменьшения транспортных заторов и увеличить пропускную способность на данном участке уличной дорожной сети города. На сегодняшний день данный участок обозначен необходимым количеством дорожных знаков, которые информируют водителей о направлении движения после моста. Мы будем на постоянной основе наблюдать за данным участком уличной дорожной сети. И в случае необходимости также будут наноситься соответствующие предложения. Сегодня свой 85-й день рождения отмечает один из известных общественных деятелей республики Александр Петров. Человек эпохи Александр Петрович испытал многое. Детство его пришлось на военные годы, юность на период восстановления народного хозяйства и индустриальное развитие. В 19 лет он стал первым секретарем райкома в ЛКСМ и прошел путь до поста первого лица республики. В свои 85 лет Александр Петров подтянут аккуратен и приветлив. Нашу съемочную группу он встретил еще у подъезда. Александр Петров вырос в бедной крестьянской семье. Был самым младшим. Не понаслышке знает, что такое голод и холод. В один день очень морозно было. Я из деревни в школу пошел один. Я почувствовал, что-то так больно стало рукам и лицо. Думаю, все. И ноги плохо почувствовали. Думаю, замерзаю я. Так больно стало сильно. Я заплакал и бегу сам. И прибежал домой. Быстренько поднялся. Все-таки домой сумел зайти в избу. А мать увидела, что я обмороженный. Две недели я пролежал дома. Пухший такой. Читать Александр любил всегда. Книги, газеты и журналы. Все, что попадалось под руку. Благо, что такая возможность у него была. После окончания средней школы он начал работать сельским почтальоном в родном Маргаушском районе. И однажды решился написать заметку в районную газету. Заметку напечатали. Это вдохновило, видимо. Как-то вот я понял. Начал наблюдать, следить, какие работы проводятся массового характера. Какие мероприятия в деревне, собрания, встречи. И об этом я начал информировать районную газету. И частенько публиковали. И потом смотрю, даже никогда не думал и не знал об этом. Гонорары начали присылать. Там рубль всем-то, значит, деньги-то такие, тогда небольшие были. Или побольше. И вот пока в семилетке учился, я уже детекторный радиоприемник купил. В 1956 году активного юношу взяли на работу в обком в ЛКСМ. Как раз началось освоение целины, формировались ударные отряды и бригады. Александр Петров в качестве начальника эшелона ездил и на уборку урожая в Северный Казахстан. Перед самым распадом СССР в 1988 году Александра Петрова избрали первым секретарем Чувашского обкома КПСС. Человек в какой-то мере я вообще прямой. Вилять никогда не допускал. Если что, я называл вещи своими именами, но никогда, так сказать, не подводил. Не подсиживал людей. Жизни никогда не было. А старался всегда, так сказать, оправдать оказанное доверие. Работать так, как надо, но в смысле, как требует. После приостановления деятельности КПСС в России, председатель контрольно-ревизионной комиссии областной парт организации Петров стал безработным. Принять его на работу не решались даже бывшие соратники. Но бездельничать Александр Петрович не мог. И вот после долгих исканий ему удалось устроиться в Центральный государственный архив Чувашии. За новое дело он взялся с необычайной жаждой и присущей ему энергичностью. За 9 лет работы в архиве подготовил и издал 3 объемные книги. После выхода на пенсию в 67 лет Александр Петров взялся за главную книгу в своей жизни. Книгу воспоминаний на стыке двух эпох. Прошлые страны, республики, общество. Глазами очевидца будет интересно всем, кто с уважением относится к нашей истории. Программу «Самана», посвященную жизненному пути Александра Петрова, можно будет увидеть в нашем эфире в понедельник, 17 декабря в 20.30. И к другим новостям. В Чувашии работает один из лучших педагогов-психологов России. Александра Горелова вошла в топ-15 лауреатов Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Она работает во второй Чебоксарской начальной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В нашей школе учатся дети с нарушением в речевом развитии. Работа по адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья – это из зоны моей профессиональной ответственности, как школьного педагога-психолога. Видеовизитка – первое из четырех заданий Всероссийского конкурса профессионального мастерства. 57 педагогов-психологов со всей России проводили еще и открытые мастер-классы, писали психолого-педагогические характеристики. В список 15 лауреатов вошла Александра Горелова из Чувашии. Я так чувствую, что моя любовь к детям дает мне силы и веру в себя. И в моей профессии при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья невозможно работать без любви. И это моя главная сильная сторона, я так считаю. К слову, Александра дважды участвовала в республиканском конкурсе профмастерства. Один раз была лауреатом, во второй победила и отправилась защищать честь Чувашии на Всероссийский этап. Это будет мотивирующим таким фактором для тех специалистов, которые вновь будут приходить к нам на рабочие места. Ведь есть у кого чему поучиться, есть на кого равняться. И в этом смысле Горелова Александра является достойным примером специалиста в области педагогической психологии. Мне кажется, что моя профессия похожа на наш национальный танец. И сложная, и очень интересная, и дарящая радость. Таван Радио к своему пятилетию объявила о проведении первой музыкальной премии Таван Юра. Имена победителей станут известны в предстоящее воскресенье 16 декабря на грандиозном концерте. Лучшим певцам, авторам слов, музыкантам, группам, дуэтам вручатся дипломы и эксклюзивные статуэтки. Победители определят в 10 номинациях. Одна из них для начинающих и пока малоизвестных исполнителей. Она так и называется «Щенияд». В переводе – новое имя. Профессиональная комиссия отобрала среди участников этой номинации тех, кто вместе со звездами выступит на большой сцене. В воскресенье. Замечательный день. В 17 часов. Мы ждем всех на первую музыкальную премию Таван Юра. Это будет очень большой, красивый, мощный концерт, потому что там будут лучшие исполнители, лучшие коллективы. В общем, все сливки собираются 16 декабря в ДК «Трактор строителей». Билет еще можно успеть приобрести в кассе ДК «Трактор строителей». Ну а в эти дни в Сибири проходит пятый юбилейный фестиваль «Хрустальный Томск». В этом году конкурс объединил 60 художников из разных городов России и весьма неближнего зарубежья. Приехали мастера из Италии, Швейцарии, Кыргызстана и Малайзии. На престижном конкурсе отметились и скульпторы из Чебоксар – Евгений Акимов и Александр Иванов. Чебоксарские мастера специализируются на резьбе по дереву, но иногда меняют материал. И вполне успешно. На 30-минутном блиц-турнире, который прошел в день открытия фестиваля, победу одержали именно наши ребята. Мастера из Чебоксарской команды «Айсберг» в этом году решили создать ледяную скульптуру под названием «Зимние покатушки или миньоны в Томске». Наши резчики серьезно настроены на победу. На каждый день работаем над ней. Получается, что у нас остается один день. Видишь, значит, сегодня ночью нам не спать. Кстати, капитан команды Евгений Акимов уже дважды становился победителем фестиваля ледовых скульптур «Хрустальный Томск» в 2014 и 2015 годах. Лучшую ледяную скульптуру выберут уже 14 декабря. И все творения мастеров останутся на главной площади города и будут радовать томичей до самой весны. Президент России своим указом объявил 2019 год годом театра. Сегодня по всей стране проходит грандиозный перформанс. Марафон культурных событий, посвященных театру, открывается во всех регионах, в том числе и в Чувашии. Место встречи поклонников Мельпомена стал театр оперы и балета. Но, конечно же, в этом году невозможно не вспомнить о другом театре, о Чувашском драматическом, который отметил столетие. Вековой юбилей Чувашский драматический театр отметил в начале этого года. Когда он был создан в первые годы советской власти, стал лучшим доказательством того, что даже в самые трудные времена потребность к духовной пище едва ли не выше, чем в материальных благах. На протяжении всех этих лет театр поддерживал, эмоционально обогащал, воспитывал своего зрителя, дарил ему радость общения. Сегодня в республике сотни театральных коллективов, от профессиональных до любительских и школьных. Решение президента о проведении года театра означает, что приоритетом определено качественное изменение театрального пространства в нашей стране. Главными задачами года театр станут мероприятия по сохранению и популяризации лучших отечественных театральных традиций и достижений, совершенствование организации театрального дела и привлечение внимания к вопросам театрального образования. Среди актеров и режиссеров Чувашии немало лауреатов, престижных конкурсов и творческих премий. Молодым артистам и студентам есть у кого учиться. Впереди насыщенный культурными событиями и премьерами год. И от нас, зрителей, ждут внимания и поддержки. Сразу после нашего выпуска смотрите фильм «Жизнь на сцене», посвященный Году театра в России. Это все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра. Редактор субтитров А.Семкин